Доброе утро! В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, состоялась церемония открытия улицы имени Героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В торжественном мероприятии приняла участие делегация Карачаева-Черкесии во главе с первым заместителем председателя правительства республики Хазыром Чекуевым и представителями рода Баташевых. Теперь одна из улиц Нальчика, ведущая к самому крупному образовательному учреждению Кабардино-Балкарии, будет носить имя Героя России Канамата Баташева, талантливого летчика, посвятившего всю свою жизнь покорению неба и внесшего неоценимый вклад в защиту нашей Родины, ее населения и интересов. По этой улице ежедневно будут проходить порядка полутора тысяч детей, стремящихся получить новые знания, вырасти и стать достойными гражданами своей страны и малой Родины. Наверняка кто-то из них, вдохновившись историей подвига Канамата Хусеевича, выберет профессию летчика. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов выразил благодарность главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову за инициативу увековечения имени нашего земляка и отметил, что память о Герои России Канамать Баташеве будут воспитывать и укреплять патриотический дух у всех жителей Великой России. Сотрудники МВД по Карачаеву-Черкесии провели мероприятие в рамках акции «Помоги пойти учиться». Главная цель – занятость и образование несовершеннолетних, оказание содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение о безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних. Полицейские также организовали мероприятие благотворительного характера, обеспечили нуждающиеся семьи детской одеждой, обувью, школьными принадлежностями. Сотрудники полиции во взаимодействии с органами исполнительной власти проверяют семьи, состоящие на учете, выясняют, все ли дети из этих семей готовы к началу учебного года и принимаются меры, чтобы все, кто должен быть за партой, вернулись к учебному процессу. Акцию МВД России традиционно поддерживают органы власти, общественники, частные лица, предприниматели и средства массовой информации. Каждый год меня сюда приглашают, чтобы себе одежду купить на школу, чтобы старые вещи уже все не носить, они уже маленькие становятся. У меня сегодня много сотрудников, особенно в Зареме. Говорю спасибо Зареме. Ну, кеды, кроссовки, все подошло, мяч, много штанов, педжак. В сегодняшней благотворительной акции присоединились сотрудники прокуратуры и судебных приставов. Нуждающимся семьям была оказана помощь в приобретении одежды, обуви и школьных принадлежностей. Данные мероприятия сотрудниками полиции проводятся ежегодно, стали доброй традицией, направлены на профилактику, безнадзорность и правонарушение несовершеннолетних. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днем 26-31 градусов тепла, местами до плюс 23. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске переменная облачность, кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 6-11, температура ночью 17-19, а днем 29-31 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова